Авторское телевидение представляет Много доброй воли, то есть она на самом деле человек не эгоистичный, она щедрый человек И она умеет видеть чужой талант Но она как мама, теплая, родная, не подлая Вот это у нее полностью отсутствует Если она о человеке думает что-то, она этому человеку скажет в лицо Она настоящая, наша, российская, советская, какая угодно, звезда Мощная Клевая Молодая Она всегда была белой вороной, вернее рыжей вороной Вот белая ворона еще есть, а вот рыжая ворона, она одна Максимальная Максимальная что? Температура Именно максимальная Ладно, разберемся Давайте Все, тоже мастер, иди Еще тот Ой, вы на потолок включили Да, ты что? А это, знаете, плохо? Им не надо это Это что? А мне как раз хорошо, это лицо меняется Ну, как мне интересно, зачем добрать лебузилу? Я на съемке не мешаю ей Давай А вот пока мы едем в ресторан, у нас, наверное, судя по всему будет достаточно времени поговорить Вообще странно, знакомым и страшно сказать 47 лет, учились в одной школе По-моему, обо всем жизни успели поговорить, а вот интервью я у тебя никогда не брала Ты помнишь, тебе было лет, наверное, 13-14, мне, соответственно, на три года больше И ты мне сказала, ты знаешь, говорит, что вообще у рыжих абсолютно особая судьба Это какие-то завезенные люди и так далее, что их, ты не помнишь это? Я помню, я гнала это, да, у меня был период такой Да, а вот когда ты поняла, что действительно ты какой-то другой в масти и в прямом и в переносном смысле Я поняла, это еще в школе Ты, кстати, обратила внимание, как я подготовилась Да Да С вечера на этих специальных бегудях Тонирующие крем-шампунь Чтобы быть рыжей Да Потому что у нас в школе было всего трое рыжих Славка, Фишка, ты и я И мы всегда выделяли в школе Поэтому я и понимала, что не так просто быть рыжим И в то же время не так уж сложно быть рыжим Единственное, надо просто так жить, чтобы соответствовать тому вниманию, которое тебе оказывают Это я поняла еще в 13 лет В саду копошилось рыжее существо Совершенно рыжее и прозрачное И она была все время чем-то занята Какие-то листочки, бумажки Что-то она припрыгивала И всегда косилось на меня, почему-то очень странно Я ничего не могла понять, что и от меня надо было В один прекрасный день это существо прозрачное Выскочило на такую вот дорожку И сказала мне, стоять Слушай, ты богатенькая У тебя есть такое дерево, как у меня растет? Я говорю, нету А клубнику у тебя хозяйка, где вы снимаете дачу Разрешает ей с огорода и малины? Я говорю, нету Она говорит, значит так Я сажусь на твою ласточку И уезжаю И столько, сколько я буду ехать Кататься на велосипеде, ты можешь есть все мои фрукты Оттолкнула меня Я ничего не поняла И только увидела развивающиеся рыжие волосы И она уже была где-то За другими домами И с какими-то песнями пионерскими Усвистала на моем велосипеде Когда кончалось лето Она вдруг наступила Мне вот так вот на ногу и говорит Слушай, ты Я говорю, чего? Она говорит, я тебе вот что хочу сказать Придет время И вот ты будешь Стоять в очереди за билетами Я буду знаменитой певицей Я буду петь песни твоего папы А ты будешь платить деньги Стоять в очереди, покупать билеты И ходить ко мне на концерты На тот большой шаг На перекресток Не надо больше мне уже Спешить Жить без любви Быть может просто Но как на свете Без любви прожить Жить без любви Внутреннее ощущение Вот масштаба Своей личности Оно совпадает с тем Что о тебе Думает Как тебя принимают Ну вообще-то я должна сказать Конечно По идее Для имиджа Той самой рыжей Которая должна сказать Ну а как же Конечно Ну я Сейчас уж чего уж скрывать Я до сих пор этому изумляюсь Не могу Не могу Поверить Ну что Моя жизнь Сложилась вот Именно так Я Девочка Которую Ты не могла На сцену вытащить Я только аккомпанировала Смертельно боясь Этой сцены И вдруг Такая судьба Я каждый раз Вот я Я утром просыпаюсь Во-первых Говорю вас Ну слава Богу Что вот еще один день В жизни И все же время думаю Боже мой Вот какая у меня жизнь Прошу Не пожалей добра Терпима будь А значит Будь добра Храни меня И по своей рукою Дай счастье мне А значит Дай покоя Дай счастье мне Все-таки ощущения накануне Ты же не скрываешь Слава тебе Господи Этот воздух Потому что все равно Нет Бесполезно Шестьдесят И что? И что? Жизнь только начинается? Продолжается Чего ее опять начинать Продолжается Посмотрим Интересно Вообще Звезды скрывают Свой возраст? У Лаймы день рождения Тридцатого марта И меня все спрашивают Из ближайшего окружения Лаймы и моего Ну А сколько Лайме лет-то? И я С гордостью и радостью сказал Не знаю На что Юдашка сказал Да Тебе не повезло Сейчас Она знает Каждый год Сколько тебе исполняется А вот был вообще У тебя выбор Праздновать или нет? Нет Нет Потому что я всегда Как-то увиливала Между пятидесяти и шестьюдесяти Шести Тьфу ты Шестью десятью Шестью десятью Шестью десятью Пятью десятью и шестью Макс меня куда-то увозил Я как-то вот Умело сбегала А тут настояли Хоть ты лопнет Ну как не праздновать Понимаешь? То есть люди хотят Прежде всего Это элемент шоу получается Никуда не денешься А для тебя? А для меня ничего Я как дни рождения с детства не любила Таких не люблю Вот отсюда Первый раз в жизни На первые свои гастроли Выезжала Алла Пугачева Ее провожали Мама и брат Два чемодана они тащили За Аллочкой И несмотря на то Что она была почти Своенравная в творчестве В смысле дисциплины У нас не было с ней никаких проблем И мы сказали маме Что отпустите ее А мы вам обещаем В свою очередь Что какой мы ее взяли Такой мы ее и вернем И мы легко выполнили свое Обещание Потому что Алла Так себя вела Вот так Первые гастроли Первый Вагон У нас тоже было купе Алла Четыре музыканта И мы с моим партнером Ливцом Одна девочка на всех Кстати В поезде Всегда было Принято Да и сейчас Немножко Выпить и конечно Начинать есть Время было все таки Такое Ну скажем Полуголодное Есть Хотелось И тут У нас Вдруг Мама же Передала Вместе с Тем Что она давала Алле в дорогу Для всех Для нас Большую банку Квашеной капусты О Вот именно Так Вот в такой Авоське А капуста Желанное блюдо Мы ее за один раз Не съели И она так с нами И поездила Немножко по этой По гастролям Получали Мы все По два рубля Двадцать копеек Суточные А Алла получала Пять рублей За выступление Это уже было Семь двадцать Можно было На эти деньги В ресторане И пообедать И поужинать Как сейчас помню Она говорила Неужели Александр Семенович Настанет Такое время Что я вот Опускаю руку В карман И достаю Десять рублей Вот Была мечта Скромной Начинающей Певицы Которая не думала О том Что она Разбогатеет И настолько Что сможет помогать В частности И нашему театру Та же материала Это жена Одного очень известного человека Сказала мне Тебе надо с ним Обязательно познакомиться Это очень Результативный человек Сколько Нерезультативных Людей Которые не имеют Никакого отношения Ни к карьере Ни к власти Ни к чему Ну результативные То есть это нужные Нужные Нужники Наверное Стыдно признаться Но нет Таких Это принципиально Или так получается Я так живу Я помню Была такая знаменитая Троица Резник Пауз Пугачева А вот Ты ощущала тогда Что вы Элита Нет Вообще нет Мы ощущали себя Просто счастливыми людьми Нам так Хорошо было Вместе И всегда Такие плодотворные Были встречи И так легко Нам было Казалось бы Пропал Говорят Что с ним нелегко Он такой Сам себе И если ему не нравится Он тоже не будет Ничего Мне нравится Что вы Больны Она ко мне Относилась Немножко по-другому Может быть Чем остальным Называя меня Прибалтом Да Что я там Ну это я Она как-то Тоже любила всегда Это так В нее стиль такой Он довольно резкий иногда А Ну кто ее знает В принципе она же Человек нормальный И с ней можно поговорить И так по душам Ну я был В одном конкурсе Где я Первое место Получил На третье С тех пор они Не разговаривали Да Долго не разговаривали После этого Этот район Это что был связан Это связан Был с кафе И все любили Посидеть Вот этих У нас Хорошие кондитерские И так далее И так далее И здесь и говорили Каждый Рассказывали свои Радости И свои беды Ну были молодыми Конечно это отношение Было совсем Другое Вот здесь Красная книга Пугачева год рождения Рост средний Глаза серые Вес солидный В обществе С 74-го года Звезда советской эстрады Правду Ничего кроме правды Вот Отпечатки пальцев Пугачевой Отпечатки мои Это переписка Наши волосалы Я записывал что-то Она записывала Ну то есть мы делали Это тайно Как бы Да Ну это Вот это Алла Савалова Вот эти самые Вот она У нее какие-то Такие Женские рисунки Дело в том Что когда он жил У меня там Года два Илюшка С сыном И без сына Короче Ну негде было ему жить Нам было очень здорово Вместе Вот в этом общежитии Вот в этом общежитии И он завел как раз Красную книгу Она действительно была Красного цвета Где он просто записывал Когда я пришла Когда он пришел Что мы поели Что мы делали Все ластиком стирается В жизни А вот прошли годы Мы открыли эту книгу Мы как будто Окунулись Вот в то Состояние А ведь уже за эти годы Могло накопиться Чего-то Носады какой-то Обиды Может быть даже Друг на друга Ну такое Не внешнее Что-то такое И все наносное Уходит Читаешь и думаешь Да вот же ж как надо Вот же ж оно Понимаешь Вот же ж оно Туда Вот Вот Кстати вот эти строчки Он говорит Выхожу домой Выхожу домой Судьбой Выходи домой Вот Тогда уже хватит Это обращение Кому-то должно быть Так вот Учим же Товарищей Учим товарищей Чтобы они вышли из дома Чтобы они не стояли у порога Последняя запись Когда я получил Ордер на квартиру И вот тот-то я уехал И на этом кончилось Когда мне будет скучно Буду к вам ночью приезжать И барабанить двери Говорит Алла Зачем барабанить Вот ключ в любое время Дня и ночи Сказал я Алла взяла ключ Потом через паузу Знаю я вас Как видите Замки поменяются А дружба Аллы Пугачевой Ильи Резника И Раймонда Паусу Началась с одной песни Знаменитой теперь песни Маэстро Мне безумно хотелось Чтобы Паус написал Специальную для нее песню Я говорю Алла Вот есть замечательная песня Мне кажется Что она просто написана Специально для тебя Называется эта песня Стрижи Ну давай мы как раз Едем на гастроли С Илюшкой Будем там сидеть слушать Однажды Раздается ночью Мне телефонный звонок Алла мне звонит Говорит Хорошая песня Ничего не могу сказать Но дело в том Что поет ее Мирдзе Зивери Запишу я эту песню Ну я же перебегу Дорогу тогда Этой молодой певицей А вот когда эта запись Кончается Там идет какая-то еще мелодия Такая там Тара-та там Тара-та Нам она ужасно С Ильей нравится А что если мы ту Попробуем сделать песню Как вчера встречали? Да Ну один просто замучил Маэстру 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 Я до него так глянула Ну и я не даду Ну вот Маэстру 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 Маккана Ни Маэстру 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 На самом деле, отрицательных качеств у нее очень немного. Я бы сказал, что есть одно фундаментальное, но это даже не отрицательное качество характера, скажем. Скорее, как бы ее общая проблема в жизни. Я считаю, что Алла очень плохо разбирается в людях. В людях она разбирается плохо, и я считаю, что всю жизнь, в общем-то, ее сопровождали, и ее антураж создавали наряду с некоторыми, несомненно, симпатичными ребятами. Но и большое количество каких-то прилипал. Это сыграло и в ее жизни, и в ее творчестве, что самое обидное, очень неправильную роль. Вокруг тебя говорят, что очень много странных людей. Назови хоть одного. Назову Зверев. Он, по-моему, нормальнее многих. Зверев нормальнее многих, да. Он хорошо соображает, чего когда делать и говорить. Трудно быть в образе и вспоминать. Мне вот я... Мне как-то одно надо. Либо я вспоминаю, образа нет, либо я в образе, тогда я ничего не помню. Мне вот вид снизу не идет совершенно. Зверев гениальный человек. И я очень рада, что он запел, потому что он нашел какой-то образ такой, которого нет на эстраде. Алла говорит, ты знаешь, мне там есть одна песня, она называется «Мой снежный мальчик». Ты можешь выйти, я тебя представлю, ты меня высушишь красиво, там, начешешь, поправишь. Я, в принципе, к финалу буду красивая. И у тебя выход такой, типа «Мой снежный мальчик». Мальчик подключил на репетиции фен, спрятал расческу, щетку, пудру, ножницы на пальцы. А чтобы ножницы не вылетали, я вот сюда крепил презерватив телесного цвета. За кулисами было все заряжено. И вдруг пропадает презерватив. А у меня уже выход на сцену. У меня такая истерика, я кричу. Люди, срочно в гримерку, презерватив. Я без презерватива никуда не выйду. Принесли варианты, там красные, зеленые, синие, с какими-то усиками. С какими-то, я говорю, да вы что с ума сошли, я ношу телесные, я такое даже не одену. Какой-то дяденька, охранник, мне принес большой презерватив телесного цвета, видно свой. Ой, короче, звезда в шоке. Я скорее этот презерватив, ножницы, вовремя вышел. Я говорю, Ал, ну как я? Она говорит, знаешь, очень хорошо, молодец. Так ярко. Но ты знаешь, что-то неправильное, надо было что-то еще. Мне кажется, надо запеть. Одна знакомая моя когда-то сказала, все странные, кто не мы. Это очень правильное выражение. Да, правда. Скажи мне, а есть ли еще таланты у Пугачевой, о которых мы не знаем? Или узнаем? Практически всего. Да, знаешь, знаете, все и ничего не знаете. Ну, Алла, она очень интересно рисует. Есть фотография, она сидит в самолете и разложила эти, ну, всякие... Ну, очень долго. Карандаши, тени, вот, вся косметика для макияжа послужила ей красками. Чего есть такое, вот, что бы ты очень хотела сделать и чего ты никогда не сумеешь? Вот чего не дал Бог? Ну, ты, например, ты наверняка хотела бы там танцевать, как Кристина, но ты же никогда не танцевала на сцене. Нет, не могу, ноги болят, да. Ну, балет я любил, я думал, в балете никогда бы не смогла быть. Я взлетаю, я взлетаю высотой. Ну, у меня более житейские вопросы, которые я бы хотел родить, но я не могу, понимаешь? И я это знаю. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. Она для меня была с самого первого дня Аллой и остается и по всю пору. Ее к нам в дом привели наши очень близкие друзья. Кинорежиссер Александр Орлов и его жена, актриса Алла Будницкая. Пришла Алла, молодая девочка, ей было тогда года 22-23, хорошенькая. В гостиной стояло пианино. Ну, и через какое-то время Алла сказала, давайте я вам спою. Я подключил два микрофона, положил их так вот на рояль и стал записывать эту уникальную, совершенную запись. Выключай эту машину. Ну, давай, заведешься. Витя, ну, заведела. Я заведу, ты сама должна петь. Алла села и стала что-то играть на рояле и постепенно одну за другой пела песни по собственному выбору. Ну, естественно, никаких объявлений о том, как называется та или иная песня, не было. И у меня здесь даже записан день, когда это было. Это было 22 октября 1972 года. Уходит мой поезд, уходит мой поезд. До этого я работал со многими артистами. И могу одно сказать. Как правило, у всех артистов концерт полностью выверен. Он идет на одной интонации вокальной. Он идет одни и те же движения и одни и те же тексты в концерте. Когда я пришел к Пугачеву, я думал, что будет то же самое. Я не видел ни одного одинакового концерта, хотя концертов было очень много. Просто расскажу один слухи. Это было в Риге. Умер Хо Ши Мин. Вдруг неожиданно ни с того ни с сего. И в Риге вывесили флаги траурные. И начало концерта просто было скомкано как-то. Я не узнавал Пугачева, она это или нет. Для меня это было удивительно. Вышел на сцену какой-то другой человек. Закомплексованный. Она отпела одну песню, вдруг останавливает концерт и говорит. Ну ладно, я понимаю, умер Хо Ши Мин. Но и я-то жива. Ты ощущаешь, что ты выходишь, это действительно праздник? Выхожу или ухожу? И выходишь, и уходишь. Ну, на сцену со сцены. Когда ухожу, это праздник. А когда выходишь? Ну, мука, конечно. Ну, что ты? Вот мука, это у меня с утра начинается. Это мучение, потому что, во-первых, чувство ответственности. Я знаю, что чего-то ждут. Но все равно, ну, вот ты когда вышла на сцену, и когда ты уже нашла этот общий язык, захватила аудиторию, у тебя нет ощущения праздника? А как ты понимаешь, что и ты их взяла? Это не праздник, это какой-то… Полет. Да, да, это пошла уже эйфория такая. Это эротика? Ой, да это эротика тоже. Там все, понимаешь? Я знаю, о чем спрашиваю. А что, Вера Монна? Конечно. Уже давно определили, что сцена заменяет секс. Не, ну, вот… Вообще, да. После, извини меня, выступления уже ничего не хочется. Пожмите мне руку и спасибо. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Он придумывался как фильм-концерт, где песенную классику исполняли бы ведущие эстрадные артисты. Там висит картина «Герасимово колхозный праздник». И я Пугачева объяснял. Вот видишь, председатель колхоза, женщина трудной судьбы. Приехал товарищ из района, у них роман, но они не могут объясниться. А вот молодой парень вернулся из армии, а девушка не дождалась. А вот две сплетницы разведенки из Сильпо. Первая, значит, Сорокина деревня. А там дачник из города, мужчина в летах, но еще вполне в соку. Он говорит, да-да-да, понимаю. Он говорит, а вот это очень выигрышная роль. Парень в майке и с велосипедом. Это кто бы мог быть? Ну, как кто? Конечно, Пресняков. А, очень хорошо. Пресняков тогда был ее зятем, и это было очень важно. На крылечке твоем, каждый вечер вдвоем, Мы по долгу сидим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и брожу. До рассвета брожу мимо милых окошек твоих. Старые песни, они лучше новых? Ну, хорошие песни, они и есть хорошие песни. Просто раньше их было меньше количества песен. И они так западали в души людей. И если, предположим, вышел фильм с хорошей песней, ее пела вся страна. Но это не было шоу-бизнесом, это не было конвейером хитов. И поэтому, каждая песня из детства, из юности, тех времен, она, конечно, для меня лучше. Ты вернула каким-то образом старые песни сюда. И вдруг ты не участвовал в этом проекте. Вот тебе легко отказываться от того, что ты придумала. Ну, как, за идею не бьют, и слава богу. Главное, что хорош... Ну, да нет. Ну, что-то мне главное, чтобы я была там в титрах или что. Главное, состоялось. То есть мы заговорили на эту тему, и проект состоялся. А ты все время все-таки на себя так посматриваешь со стороны? Ну, на сцене обязательно. На сцене я вообще не существую. У меня абсолютный на себя взгляд со стороны. То есть я пою на сцене, а на самом деле я смотрю на себя из зала. А в жизни? А это разве... Вот это для меня совершенно не сложно. А для меня это... А у тебя как? Я не занят вообще собой, поэтому я не могу на себя смотреть. Получается, что ты хозяин положения, поэтому тебе надо быть... Да, я не могу... А ты разве не хозяйка положения? Я хозяйка песни. Того образа, который... Всего лишь. Да. А вот в жизни со стороны? Как ты смотришь, как ты ходишь? Последние годы мне абсолютно уже все равно. Я могу встать и уйти. Мне легче от того, что я поступаю так, как я хочу поступать. Это не эгоизм, а это четкое ощущение, что дальше будет плохо. А плохо мне зачем? В 86-м году, да, заря перестройки была довольно основательно подпорчена таким чудовищным трагическим событием, а именно фактически атомным взрывом в Чернобыле. Ну и, честно говоря, я не помню, кому пришла в голову эта идея. Мы в то время с Аллой много времени проводили вместе. Я постоянно торчал у нее в гостях. Мы выпивали, слушали музыку. В ходе этих посиделок и родилась эта идея, значит, сделать какое-то музыкальное, такое гражданское, гуманитарное событие, посвященное Чернобылю. И придумали мы и формат этого события, и название, счет 904. Этот счет, он был, собственно говоря, объявлен. Концерт прошел очень хорошо, и там был, естественно, телемост с Чернобылем, с чернобыльскими спасателями, этими летчиками и так далее. Это все было невероятно трогательно. И после этого, кстати, Алла в Чернобыль и поехала. Как страдаем от глухого неверия, от зависти черной, от суеты. Ах, как желаем колокольного завода любви и доверия и доброты. И в горе, и в печаль, мы верим в радость, мы верим в жизнь. Тебе легко рисковать жизнью? Жизнью? Жизнью, да. Нет, конечно, у меня осталось-то чего там. Может, раньше-то и можно было. Хорошо, здоровьем. Рисковать здоровьем не буду. Да, Боже, Свет. Но рисковала ведь, когда, предположим, в Чернобыль и так далее, или это было по недоразумению? Ой, ну что ты это все напоминаешь? Нельзя было тогда просто иначе. Тогда многие ничего не понимали. Ну, что убедили, что это, что там, это три дня какие-то. А если бы ты знала? Ну, если бы знала, я бы, прежде всего, подумала бы о других, а не о себе. Игорек, ты Николаев вот знал и не поехал. Молодец. Не уважаешь, что я бы знал. Да ладно. Не уважаешь. Это ненужный подвиг. Ненужный подвиг был совершенно. Мне тоже так кажется. Потому что, конечно, это на здоровье отразилось, что там говорите. Я вообще считаю, что профессия артиста в этом отношении не имеет ничего общего с профессией врача. Когда человек спасает чью-то жизнь и жертвует своим здоровьем человеком, это подвиг. А когда человек доставляет радость, ну так в крайнем случае… Ну, это тоже лечение, это такая психотерапия, которая нужна. Ну, все равно, в крайнем случае, эти люди сегодня вот эту толику радости не получат, в следующий раз получат. Ничего страшного. Тут надо подумать о себе. Ну, это на мой взгляд. Скажи мне. Что ты на меня так спрашиваешь? Вы скажите уже. Вы уже скажите, что? А? Локом. Локом. Ну, что? А, убери немножко локом. А, наоборот, хорошо. Хорошо. Нет, хорошо, пусть будет. Конечно. Он что-нибудь понимает. Смотри, крутит у виска. Нормально. Нет, он-то знаешь, что он посередине. Только отлично. Все. Это заманок. Это же заманок. Да, заманок. Ты же гнился, как оранс. Явно сблазил черный глаз. Но ты не в ничьи не стал. Мам помады привыкал. Е-е-е. Так как мы цветуем любой, но только черный сами, то поэтому, когда мы видим там огромнейшее количество балахонов, и они все черные, чуть-чуть такие, чуть-чуть такие. Один раз нам удалось и сломать и стереотипы от платья. Это было такое черное платье с большой шляпой. Еще одно платье было белое с зелеными цветами. Не хотела, мучилась, но мы надели корсет, вышли. И когда нужен был только лишь один эпизод, это маленькая женщина в потрясающем платье. А ты не знал, что в сердце я тебя хранила, и боль твою себе брала. А ты не знал, что я тебя всегда любила, что я тебя всегда ждала. Ала все время раздает одежду. Я все время раздает. Потому что Алла, в принципе, человек, к которому мало какая одежда подходит. Она покупает хорошую, дорогую вещь. Она понимает, что... Не умоляйте ее щедрости. Не-не-не, можно я скажу правду? Правда. Да. Она приходит с этой вещью домой. Причем даже не надев эту вещь, она понимает, что она ее носить не будет. Она не пойдет в магазин и отдает. А она начинает придумывать так. Причем это может случиться через полчаса после покупки. Так, а кому бы это пристроить? Она всегда что-то пытается дать с собой. Она стащила какую-то шубу там свою с вешалки и пыталась мне ее подарить. Но мне было безумно неудобно как-то. Это невозможно, как я могу взять шубу в подарок, с какой стати. Но она обиделась. И вы себе не представляете, за что она обиделась. Ни за то, что я не беру эту шубу. Она сказала, да, конечно, я понимаю, тебе не нравится эта шуба. Она не такая уж модная, как ты любишь. Но у меня есть кофточка Фенди. Она очень модная. Давай мы срежем оттуда этикетку и эту этикетку Фенди мы пришьем к этой шубе. И тогда тебе не будет так стыдно. Ты будешь всем говорить, это шуба от Фенди. Ну что, возьмешь? Я... Что со мной было? Я подумал, боже, это же, это и есть кино. Что для тебя страшнее или тяжелее? Вот вдруг стать неинтересной или просто постареть? Да нет, мне ни то, ни другое не страшно. Вообще? Нет, потому что, если я совсем стану неинтересной никому, то сама-то к себе я интерес не потеряю. Я научилась сама с собой интересные беседы вести. Нет, это не шизофрения, боже упаси. Нет, нет, это... Так, в легкой форме. Это как-то? Это как? Это Алусик такой, он хороший, понимаешь? Ну и вредный такой иногда, там вот, вот этот спорит со мной, там спорит. Вот, что тебе это надо, вот, это тебе вот надо, такая даже. Максим знает такого, нет? А у него свой там какой-то. Он же близнец. Да, нас много. Вот там вообще было очень много. Вот с кем не соскучишься никогда. Утром один, днем другой, вечером третий, на следующий день четвертый, с одной прической пятый, после съемок шестой. В общем, прическа тут ни при чем, мне кажется. Ну, ладно, когда утром вот эта всклокоченная кучерявая голова, невыприленные волосы, это такой персонаж замечательный. Похож на тебя теперешнюю вот сейчас? Ну, если покрасить. Нет, ну тут больше порядка. Больше порядка, там такое. Как снаружи, так и внутри головы. Алла какая каждый день? Ну, она же про себя, наверное, сейчас больше рассказывала. Нет, она просит мне говорить, я понимаю, что ты знаешь. Говори, говори хорошо. Какая я? Вот скажи, пожалуйста, Максим, какая я? Я вам так скажу, я меньше всего в жизни знаю ответы на вопрос, какая должна быть, какая вам нравится. Какая? Я не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. А долгая? Знаете, какая минеральная вода с газом? Вот ты денешь глоток, и что такое в тебе происходит? Вот в ее присутствии люди волнуются, в меньшей или в большей степени. Иногда люди падают в обморок, как однажды у меня на площадке и упал ассистент, просто в обморок при виде Пугачевой. И в обморок падали, да. Ну, я не знаю почему, но некоторые считают, что я подавляю, понимаешь? Подавляю. А тебе нравится пользоваться вот таким влиянием? Да я и не пользуюсь этим. Вообще. Я даже удивляюсь, чего они падают. Так подавляют. Походят так подавляют. И не пользуются. Нет, ну я… Это зависит от моего настроения, понимаешь? Я ничего не могу сделать. Если я не готую внутри себя, не обижаюсь, а вот смотрю на то, что творится, там, ну, бьют кого-то там или унижают кого-то, и во мне вот это начинается, то вот это очень опасно. А вот когда ты понимаешь, что вот этот как раз… Я могу подойти. А вот когда ты понимаешь, что вот этот момент подходит, ты можешь как-то управлять собой? Ну, немножко регулируй, чтобы не убить. Ну, не сильно. Какой ужас. И она, конечно, сама себе режиссер, безусловно. Я ей нужна была не для режиссура, а для какой-то вот технической возможности. Она так и сказала, Миронова, а ты можешь сделать, чтобы я была, ну, какая-то другая, ну, не как Пугачева? И тогда я сказала, ну, хорошо, вам нужно сделать все черные волосы, сделать японскую стрижку, и мы сделаем из вас такую предводительницу японских мафиози. И когда этот черный парик уже был одет, началось самое страшное. Начались сомнения, она его стала стягивать, я стала натягивать на нее этот парик, она его стягивала. В общем, я на все тяжкие пускалась, чтобы сделать то, о чем она меня просила. Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, хрупкою деточкой, или не будь со мной. Будь со мной мастером, будь со мной гангстером, я буду девочкой, или не будь со мной. А тебя кто-то сумел подчинить? Я всегда полностью подчиняюсь разуму, нормальному человеку, которого я понимаю. Что же мне не подчиниться-то этому? Я же женщина, слабенькая, ранимая, пушистая, рыжая. Да я счастлива подчиняться. Можно я спрошу рядом с тобой? Пожалуйста, записывайтесь. Она рада подчиниться, эта рыжая женщина. А я не знаю. Он не подавляет меня, не получается как-то, чтобы подчиняться, он мне что, приказывает, что ли? Будь или не будь, делай же что-нибудь. Будь или не будь, будь или не будь. Будь или не будь, делай же что-нибудь. Будь или не будь, будь. Причем мне за это не владят. Как вам? Готов он. Сейчас он. Так что ж ты не опустишь тогда, если ты готов? Действительно, как вся страна, так и готов. Только деньги просите. Часто у тебя просят деньги? Часто. Кому ты, так кому? Как ты выбираешь кому? Мне так обидно, что их все меньше и меньше. Я всегда думала, что, и вот считала всегда, что, если у меня есть возможность помочь кому-то, знаешь, там деньги, то значит у меня есть деньги. А вот когда начинает жабы душить, так, минуточку, а что у меня, тогда на это вот не останется, на это. Вот это уже проблематично. Кому? Вот кому ты откажешь? Когда видишь, что в рот? Не скажу. Так получилось, что вот мы с друзьями прилетели на Шри-Ланку, приземлились, ну, практически за час до цунами. Уже на следующий день мы с другом вступили в группу добровольцев, которая занималась тем, что на разрушенной побережье страны доставляла все самое необходимое. И, естественно, на все это были нужны деньги. Поэтому мы бросили клич, прежде всего, своим друзьям, знакомым, коллегам, родственникам, в общем, по людям, которых мы знали. И вот тут я как раз дозвонился до Аллы Борисовны. Алла сказала тут же, хорошо, напиши мне сразу письмо, что, куда, какие инструкции, куда переводить деньги, да. И помощь от Аллы пришла вот уже буквально на следующий день. На те деньги, которые нам привела Алла Пугачева, можно было несколько тысяч человек накормить, напоить, купить им какую-то одежду, лекарства. То есть люди, у которых, правда, ничего, людям нечего пить. Мы привозим, привозим им, приезжаем и привозим им просто целый грузовик питьевой воды и грузовик продуктов. Ну, так, ну, а ты не смогла бы помочь? Обязательно помогла бы. А вот проси деньги, когда нужно, там, на какие-то концерты, на какие-то проекты. Ой, вот это темно. Это тяжелее? Это ужасно. Почему? Никогда ничего у них не проси, особенно у тех, кто сильнее тебя, сами все предложат и сами все дадут. Так получается? Садись, гордая женщина. Просить мне ужасно сложно. Это я не умею, главное, этого делать. Я настолько это не умею, и настолько со мной как-то не вяжется, что я могу просить. Что у тебя разве нет? Когда я услышала балет, 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 я была совершенно ошеломлена вот этим тембром, этим голосом, точностью передачи фраз. Вот этим состоянием, которым только нас вот окутывает этот балет. И вот взлетаю, я взлетаю высоко. Это меня вдохновило на то, чтобы под эту музыку сделать для меня, это был новый номер. И мне очень хотелось, чтобы Алла пришла и посмотрела, что это из-за нее, из-за нее получился такой номер, из-за ее голоса. Вот, я ее пригласила, а работала я в то время, ей-то точно не хочется вспоминать, с цирковым таким коллективом, бимбом с Левушкиным. И они ее пародировали, и она пришла, и мы с ней чуть не подрались. Ее обидело то, что не совсем удачное у них было папури. Мне очень жаль, что она не досмотрела до конца и ушла. Там какая-то запутанная была непонятная недоразумение какое-то. Ну и бог с ней. Ну была история, когда Алла в зале от восторга засвистнула, а Тарасова потом возмущалась, что это она себя не умеет вести. То есть я по-фирменному, понимаешь? Она-то от восторга, от того, что уже якобы давала интервью, и на Западе была, уже как по-западному. А Тарасова сказала, что это она, может, выпила или что? Что это такое вообще? Да-да-да. Это значит, что она не поняла. Она не поняла тогда. Она обиделась, по-моему. А я в восторге была от всего, что там делалось. Танюха такая у нас. Да. Изобрази ее. Как она сказала? Замечательно. Нет. Сейчас, вот, Алла будет изображать, как это выглядит, и я буду говорить. Потрясающие номеры. Я хохотала. Это юмор, это спорт. Это такое преодоление себя. Я благодарна Первому каналу, Жулину, Авербуху. Спасибо. Спасибо. Потрясающе. Я такое довольствие получила. Кто меня остановил? Таню, мы тебя любим. А ты больше актриса или режиссер, вот по ощущению своему? Я? Раньше была больше режиссер, теперь больше актриса. Мы же все, в общем-то, все люди разделяются на исполнителей и организаторов. Вот. И иногда вот он какое-то время исполнитель, потом организатор. И наоборот. Но ты же режиссер своей жизни, по сути. Ну, по сути, может, ты режиссер. И исполнитель главный. Я даже не режиссер, а художественный руководитель. Это был первый день рождения Ефремова без него. Мы отмечали день рождения здесь, в театре, так вот, как, ну, если Олег жив. И вот я пригласила на этот вечер Аллу. Алла была очень больна, не просто больна, очень. Я говорю, Аллося, ну, ну, ты бы, все нормально. Я говорю, иди в гримерную, там хотя бы тепло. Ну, отсидись в комнате, тебя позовут там за номер. Нет. Она просидела за кулисами, она волновалась так, как будто... А, Пугачев. Я не знаю, у нее первое выступление в жизни. Мне очень хотелось, чтобы она была еще и потому, что Ефремов, когда он пришел главным режиссером в Амхат, и одно из первых своих, как бы, ну, таких действий по отношению к труппе, его было то, что он пригласил Аллу Пугачеву, чтобы она спела для этих великих стариков. Понимаете? Это при том, что тогда в моде было такое немножко... А, например, мы, академическое искусство, а тут эстрада, понимаете? Это же безумно тяжело выходить вот перед такой искушенной аудиторией, которая и не очень принимает. А мне наоборот нравится. Это вызов? Это что? Почему? Они как раз... Вот, да ну что ты. Нет. Наоборот, как раз... Наоборот, мне это легче, мы на одном языке говорим. Интуитивное что-то во мне такое, что я знаю, как лучше себя подать. И других подать. А вот если, предположим, режиссер Пугачева ставила бы спектакль, какой бы она поставила? Не знаю. Мелодраму. Ну, какое-то оно. Мелодраму какую-то, да. Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя. А ты придешь Совсем внезапно Не отрекаются, любя. А ты придешь Когда темно Когда в окно Ударит вьюга Когда припомнишь Как давно Не согревав Мы друг друг Да Ты придешь Когда темно Вот у меня здесь есть одна Уникальная фотография 85-го года Я вам расскажу Небольшую историю Связанную с этой фотографией Сижу я на работе Вдруг раздается телефонный звонок И Алла мне говорит Ты можешь к нам быстро приехать? Только очень быстро Ну хорошо Я приезжаю Они стоят С Женей Болдиным Уже оба в пальто Быстрее, быстрее Садимся в машину А что случилось? Ты понимаешь Мы решили все-таки расписаться Но не делать из этого Громкое какое-то дело Чтобы никто не знал Поэтому ты сейчас будешь Мы подъедем к ЗАГСу Женя там уже договорился И ты зайдешь Как будто бы ты невеста Мы тебе цветы дадим А я сзади так замотаюсь Так, чтобы меня никто не узнал Пошла Быстро начала искать фотографии Нашла эту фотографию И говорю Ну-ка, Женя, садись И пиши на обороте этой фотографии Он говорит Что писать? Я говорю Пиши Клянусь Любить всегда И только одну Аллу Борисовну Пугачеву Взять на себя все тяготы Житейские и рабочие Оставляю для Аллы только творчество Причем творчество с большой буквы 29 января 1985 года Я говорю Ну хорошо Теперь я эту клятву у тебя взяла Я ее буду хранить всегда 31 год Так я позвонил Аллу Борисовне И договорился о встрече Чтобы прийти к ней домой И познакомиться До этого мы с ней никогда не видели Жила она тогда в Вишняках В обычном панельном 14-этажном доме Все здесь очень похоже Похоже и кухня И даже цвет по-моему Стен Обоев Холодильник Также размещался рядом со столом Из которого Борисовна доставала Закусочку Водочку пшеничную И тогда конечно совершенно Я думаю что ни она ни я Не рассматривали друг друга Как вариант какой-то Может быть Близких отношений Более близких Чем просто производства Она была тогда С мужем Стефановичем Ну у нас было много очень Точек соприкосновений И уже наша дружба Перерастала в какие-то Более яркие Человеческие отношения Плюс ко всему у нее Независимо от меня Конфликт был с Стефановичем И она с ним рассталась Независимо от Аллы Борисовны У меня был свой конфликт Вопрос Аллы Борисовны Сама поставила ребром По поводу Давай жить вместе Но мы были уже свободны Женьки не хватает Женьки не хватает Третий голос Женьки не хватает Пусть все знают Кто у меня был Тоже товарищ Женька, давай Это вот мой муж Третий голос Мы правда не расписаны Но не важно У нас гражданский брак Почему не снимать А может ты последний муж В моей жизни Вот это нужно снимать Пожалуйста Пусть все знают Он у меня был молодой И красивый Вот в этой атмосфере Дружелюбия И знакомства Выпивая За знакомство В принципе И началось Наше содружество И совместная работа Которая продлилась 16 лет Дружелюбия Надо же, надо же Надо же, надо же Такому случиться Надо же, надо же Надо же так бы Нужно влюбиться, надо бы, надо бы, надо бы остановиться. Но не могу, не могу, не могу, не могу. Не могу и не хочу. Про любовь поговорим немножко. Про любовь? Да. О любви не говори. Они все сказаны. Сердце полное любви, молчать обязано. Ты считаешь? Конечно. Любовь с первого взгляда, она бывает? Наверное, у кого-то была такая любовь. У тебя так не бывает? Не помню. А Максим? Я увидел его на Славянском базаре. И вот уж глазик-то был, скажи, был какой там. Он мне не понравился. Да? Ну, не понравился, ты помнишь почему. Почему? Кто такой тут еще? Ну, я не буду. Давайте не будем выяснили отношения. Нет, просто я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Что касается глазика, ну, Алл сказал сейчас про глазик. Не хорошо сказал. А я сейчас объясню, что она имела в виду, потому что она сейчас будет хихикать и не сможет ничего продолжить. Я за нее. Уже. Значит, дело в том, что она сидела в жюри на Славянском базаре, а я сидел у нее за спиной и сверлил ее взглядом. А она чувствовала, что ее кто-то сверлит взглядом. Да. Ей-то не нравилось. Взгляд был такой. Я сидела с этим веером со своим, я так нервно оборачивалась. Кто меня… Что такое? Кто там сверлит. Это сколько лет назад? Это было ну, летом будет восемь. Идут годы. Да. Вот так вот. Зацепил, видишь, сразу зацепил. Зацепил, зацепил. Вот есть ощущение или желание все-таки вот такого очень надежного плеча, который не нужно ни покорять, ни очаровывать, ничего, чтобы просто вот прислониться и все. Ну, мне не нравятся вот такие плечи, на которые можно прислоняться. Большие, покрытые, волосатые такие. Что-то поставить, если что-то падает в доме. Мне нравится, когда… Плечо – это, прежде всего, характер, понимание, взаимопонимание. Ну, наверное… В переносном смысле. Не, я сразу вижу это, понимаешь, такого мужика с плечом. С плечом. Ой, я на это плечо. Не, не надо. У меня вот плечо, мозги… Она защитник, она мужественная, она привлекает слабых мужчин, не боюсь этих слов, потому что не боюсь даже попасть под это определение. Нужно особое мужество, чтобы ее любить, но не нужно никакого мужества, чтобы чувствовать себя под ее защитой. За ней стоит нечто большее, чем просто талант, нечто большее, чем понимание того, что она делает. За ней стоит какая-то огромная власть над людьми. Есть огромная страна, которая ее любит, и есть несколько человек, которых любит она. Я, когда попадаю к ней на день рождения, я всегда чувствую, что я вхожу в эти несколько человек. Мишка, как мы тебя любим! Мишка, Михаил Михалыч, я уже все сказала. А вот с годами ты стала себя больше любить? Мне как-то неудобно… Ну, скажи правду. …признаться, что я всегда себя любила. Любила. То есть, не менее, любовь твоя не проходящая? Нет, к себе точно. Ну, просто я рано узнала, что если ты себя не любишь, тебя никто не будет любить. Это сто процентов. То есть, это не самовлюбленность, это не самолюбование, это не самолюбие какое-то ущербное такое какое-то. Это мне дает силу убеждения. То есть, у меня в глазах появляется то, что, да вы что, я так хороша. О чем вы говорите? И сразу это передается людям, как она хороша. Однажды, когда была такая усиленная подготовка города-курорта всесоюзного значения Юрмала к сезону, по городу прошел слух, приедет сама Алла Пугачева. Так оно и случилось. И мне очень хотелось ей понравиться. И для того, чтобы обратить на себя внимание, я вышел на танец и в зубах нес яркую, большую розу. Я ее поцеловал и бросил к ней туда наверх. Она сидела на втором ярусе, в таком престижном месте. И вдруг после шоу мне сказали, подойдите к Пугачевой, она хочет с вами познакомиться. Я был счастлив. Цель, которую я себе поставил, я ее достиг. И я понял, что я ей интересен. Потом она сказала, вот тебе мой номер телефона, позвони мне, я хочу, чтобы ты приехал ко мне работать. Это был 79-й год, это было ровно 30 лет тому назад. Люди говорят о том, что в твоей власти поменять судьбу. Как я могу ее поменять? Да это в божьих руках судьба. Ну, какое богохульство такое вообще думать, что я поменяла судьбу. Судьба предначертана. Другое дело, что там наверху могут поменять. Вот я, может быть, должна была умереть, понимаешь, в болезни. Меня пожалели, вынули оттуда. Я снова живу, но уже по-другому живу. Стало мягче, я перестала обижаться на все. То есть я совершенно по-другому отношусь к недругам. Когда тебе говорят, что твои дни, или ты почувствуешь, что дни твои сочтены, то каждая секунда, она жизни наполняется как-то необъяснимой радостью. Вот любое событие. Травка зеленеет, солнышко блестит. И особенно то, что вот я стала действительно с юмором относиться к тем людям, которые пытаются мне или что-то сделать плохое. Это так смешно. Понимаешь, совершенно другой взгляд у меня на это теперь. А вообще, как сказал один человек, ну, сейчас уже можно сказать, что ты рождена для того, чтобы сделать кого-то счастливым. Делай это. И я стараюсь. Если уж я кого-то люблю, не обязательно как мужчину, люблю человека, я хочу, чтобы он был счастлив. И если он меня разочарует, то он меня разочарует. Это неважно. Главное, что в этом есть обновление. Даже себя. По какому принципу ты выбираешь друзей или они тебя? А я их уже не выбираю. Они как-то пришли в мою жизнь и все. Они много отсеиваются? Много ли из них отсеиваются? В свое время много, да, отсеиваются. Я поняла, что такое друг. Это тот, который не отсеивается. А что такое? И сколько таких неотсеянных? Немного. Немного. Это очень узкий круг. А много ли людей, с которыми ты можешь быть абсолютно откровенна? Кроме себя. И с собой-то откровенна до конца. Ну, вечно живой образ на иконе. Значит, это там я могу быть откровенной. Алина. Алина, да, у меня с Алинкой я откровенна. Как с собой? Нет, конечно. Здесь очень красивые закаты. Торопились, чтобы сесть и увидеть закаты. Когда закаты кончались, мы ужинали. И потом уже, когда загорались звезды, нам наши товарищи водители, охранники выносили стол на средину этого поля, вот как я примерно сейчас сижу, и вот только вот это поле, стол, шампанское, звезды и беседы. Говорил, что она набирается энергетики. И потом, значит, может сосредоточиться и начать говорить о том, что будет у человека в будущем. Ну, у нас был один такой случай. Тогда только вот эти эстрасенсы входили в моду. У нас был приятель, кстати, дедушка Топалова. Я врач, я эстрасенс. Он говорит, давайте, Алла Борисовна, я вас посмотрю, я вас полечу. Она так на него посмотрела, говорит, ты меня лечить, да у тебя у самого язва. И точно, он через некоторое время попадает с этой язвой в больницу. Просто действительно какое-то состояние у нее, связь огромная с чем-то, что там есть наверху. Вот ляпнула когда-то. Какой из космоса? Ну, что значит? Сейчас пока что считывание прервано, потому что идет интервью. Не, ну, куда что я? Ну, могла когда-то залепить там космос. Я говорила, силы небесные. Это да. Что вот силы небесные какие-то, они вот помогают все-таки мне в какую-то важную для меня минуту. А на сцене тем более. Просто я абсолютно уверена, что вот так продержаться без какой-то поддержки небесной, я не знаю. Или, может быть, люди, которые молятся за меня, помогают. А таких людей немало. Так я могу сказать, спасибо вам большое, люди. Вашими молитвами живу и здравствую. Кто лучше тебя знает, чем ты сама? Или кто также тебя знает, как ты сама? Музыка. А действительно, я уже сидя вот одна. Знаешь, и не могу быть одинока, потому что вот я подхожу к роялю, слава Богу умею играть и начинаю играть. И оно само льется, Кира. И оно знает меня, знаешь. И вот все вот это переходит вот так вот. И успокаиваюсь. Сцена. Все. Я уйду далеко-далеко. Не мучайся и не тревожась. Быть может, вздохнет кто-то очень легко, Но кто-то заплачет. Быть может, Умчится мой поезд На стыках свинья, Умолкнут былые оркестры, И тот, кто родится позднее меня. На сцене займет Это место. Живай, не живай, не прокрутишь назад, А ценятой судьбой киноленты Лишь только вдогонку За мною полетят Растаявшие аплодисменты… Ты посмотри, сколько мы едем, уже стемнело. А мне спешить некуда. Я знаю, как ты небеса, Ты дай мне побольше простора. Я знаю, с тобой живут голоса И души ушедших актеров. Но что не случится, Рада ждает жизнь, Давай нам новые роли. Актерская доля То наземь, то увы Счастливая горькая доля… Все мои близкие друзья и те мужчины, которые посещали мою спальню, не дадут соврать. У меня у Томбочки обычно в том месте, где должен лежать мужчина, рядом с изголовьем стоит подарок Аллу Борисовне. Это музыкальная шкатулка, где в свадебном платье очень тонкая девушка в присядку танцует с худощавым мужчиной. Неопределенная ориентация. Теперь это я уже понимаю. И подумала, что, наверное, большего пожелания счастья в моей личной жизни нет. И еще у меня есть брошка. Я эту брошку одеваю на самом деле тогда, когда одела тогда на ту программу, которая называлась «Свадьба», на самый последний выход. Знаете, мужчины когда дарят, они дарят то, что им хочется. И только женщина может еще раз подчеркнуть, что надо обращать внимание на то, что хочет другой человек. Алла Борисовна для меня лучшая женщина в мире. И в следующей жизни я буду ее мужем. Боже! В следующей жизни? Моим мужчиной? Да. Ух, какой! Ну, Лолитка она… Она очень любит тебя. Лолита отличается тем, что она высказывает сентенции, которые в дальнейших комментариях не нуждаются. Ну, она интересная очень. Она очень такая талантливый человек и… Интересно живущая женщина, вот так скажем. Скажи, вот от чего бы тебе хотелось получить? Подарок? Или это уже не имеет значения большого? По-моему, не имеет. Нет у меня таких денег, чтобы вот ей подарить какой-нибудь такой алмаз, которым в ее вес. Ну, и если я была мужиком, я бы, наверное, расстаралась. Миллион роз. Сейчас кризис, надо экономить собственные деньги. Но на три цветка розовых, вернее, желтеньких, я всегда находил деньги. Наверное, это я сделаю сейчас. Я не буду. Я не буду оригинален. Ландыши. Много-много ландышей. Потому что она заслуживает всей весны, которая только есть. А я купил. Ей будет легко дышать, и у нее будет хорошее настроение, и она будет чувствовать себя в райских кущах. Здоровья. Хотя на эту тему с ней тяжело разговаривать. Ну, я все-таки как ее друг, я советую. Надо сейчас более серьезно к этому относиться. Я так думаю. Ну, я бы ей подарил остров с тротопосадочной полосой, с самолетиком, на котором она бы летала на гастроли. Вот такую банку квашеной капусты для того, чтобы вместе с ней похрумкать с удовольствием. Это наше блюдо молодости. Я бы кровь свою сдал. Или нет? Всю. Без остатка. Ты принес себя. Ты пришел. Вот ты пришел, и все. И не нужно больше ничего. Я не знаю, это редчайшее счастье быть таким подарком. Вот мы уже подъезжаем. Ты знаешь что, по сценарию вы сейчас должны будете с Максимом эффектно выйти и идти в ресторан, где вас уже ждут. Кир, ну ты идешь с нами? К сожалению, я сегодня при исполнении обязанности. У меня еще эфир, поэтому я вам желаю хорошего вечера. Вы мне пожелайте хорошего эфира. Ты отсюда выходишь, ты помнишь? Счастливо. Спасибо, счастливо. Счастливо, Кир. Эффектно выйти. Сначала нога, потом вторая нога. Счастливо. Еще и кран. А где? Наверное там, помаши ручкой. Вот что это такое устроено вообще? Не рановато мы начинаем вообще праздновать? Да, да, да. Ой, по-думке. Луся. Какая красивая кукла какая-то. А где эти все камеры-то? А, вот, принародно кайфля, давай. Привет. Он кайфля. Самый любимый женщин в моей жизни. На вы я к вам буду обращаться, а вы ко мне на ты. Кто эта красивая женщина? Я вас люблю, я к вам. Все, спасибо за внимание. Спасибо за все, за то, что забрали нас здесь. На деле змея, да? Все, все, все. Концерт давно окончен, но песни бесконечно пустят ключи на сцене. Я давно устал микрофон. Я умел в микрофон. Я умел в микрофон. Тот, кто верит, верит и влюблен, и влюблен, и влюблен, и влюблен. ПЕСНЯ Не песню свою, а жизнь свою. Мне листя вернуть Любовь и жизнь Но я артист Я повторю Субтитры подогнал «Симон»